привет друзья подписчики моего канала просто зрители вчера был день рыбака 11 июля чем всех рыбаков собственные поздравляю и как положено вчера встречали мы его на рыбалке наловили немножко рыбы сейчас лето жара много рыбы ловить смысла нет просто куда девать и сегодня хочу пожарить карасей на даче готовить я их буду на садже и готовится не буду сметане в очень интересном соусе необычном вкусном чесночно сметанном лимонном такое сочетание офигенно получается мне нравится и ну вам тоже понравится попробуйте приготовить его это блюдо без проблем и приготовить ее дома не длина на даче там на саджи виногриль это делать так как сейчас тепло лето пользуемся моментом и готовим на даче насаджи нам понадобится караси чеснок лимон сметана для соуса немного муки еще покажу все будет легко и просто здесь вкусно и так друзья первая первую рыбу надо почистить на 4 карасика свеженьких даже не замораживались чистим очень просто снимаем чешую чешую тут летят птички все съедят ничего не пропадет на природе так сказать отходов не бывает пищевых все в дело уходит чешуя снял смотрите дальше вот здесь у карася на груди такая плотная как панцирь штуковина просто под при подпираем ножом и надрезов и чутка просто отрываем никаких проблем дальше открываем крышку заводим сюда палец и об пальцем подковырнули удалили у карася зубов отличие от щуки в жабрах нет и все это легко является так бы сейчас я всех быстренько чешуя почищу вы потрошу покажу как быстренько шинковать и начнемся начнем займемся приготовлении так друзья смотрите рыба почищена помыта сейчас будем делать надрезы так называемость у нас называют это шинковка где-то в астрахани до карбала не называет суть одна сделать по спине частые надрезы для того чтобы косточки при жарке перегорели и рыбка была без костей карась без костей это гораздо вкуснее чем карась костями на любителя мне нравится когда косе в нем нет когда спокойно кушаю и меня ничего не трекает шинковка делается следующим образом шинковка тоже должна быть правильно друзья очень часто смотрю люди делают надрезы вот такие вот такие вот такие вот такие это все неправильно должна быть максимально частой примерно один миллиметр прорезаем до позвоночника пока лезвия не воткнется в позвоночник вы почувствуете примерно вот досюда где начинается реберный есть реберной кости их убрать не проблема в имени подавитесь ну не здорово а вот маленькие такие вильчатые в спине это проблема поэтому берем нож под углом и уже дичьи спинку шинкуем также прорезая до конца до позвоночника мясо при жарке косточки теперь горят размякнут и вы не почувствуете их не практически ну ващущить невозможно если так пожарить красиво будет нереально кослявый и ты не мой вариант мне не нравится с этой стороны делаем то же самое как видите все это довольно таки быстро легко и просто в хвосте кости идут целиком в спиной чем спинки части вот отсюда вот примерно от боковой линии и вниз все делается довольно быстро и без проблем все часа сами рыба сделаю то же самое и будем солить все друзья смотрите рыба подготовлена дальше ее нужно присолить солим мелкой солью сверху присыпаем внутри солить пока не буду потому что я хочу посолить начинка россии чаще начинем покажу очень придумаем что тут на даче наросло то и пойдет начинку все просто но рыбки надо при когда мы посолили нужно обязательно дать маленько постоять хотя бы минут двадцать тридцать чтобы соль вытянула лишнюю влагу из нее тогда у нас будет скрустясь и корочка и вкусная и аппетитная вот эти с осмаренька вода с нее выт и вытечет ставим ее брюшком вниз чтоб все стекало вот а пока я пойду займусь сейчас очень посмотрю на даче на рассылку для начинки найду и мы продолжим так друзья для начинки на даче нарос зеленый лук его и используем с рыбой хорошо сочетается и будет вкусно нарежем не будем сильно его мельчить лучок даст вкус аромат рыбки отличное сочетание так закидываем эту миску добавим чуть-чуть укроп очка для аромата меленько его породимся это вот хорошо такая начинка для летней рыбы когда вода теплая у рыбы появляется такой запах рыбный и вот эта начинка отлично с этим запахом справиться вот как это пахнет вы бы сейчас представляете все как пахнет зеленый свежий укроп сейчас добавим сюда немножко соли чтобы это лучше еще раскрылась и это у нас будет сразу и начинка ему посолим карася получится внутри будет то что надо отлично еще чтобы маленько было поинтереснее по вкуснее я возьму чуть-чуть цедры лимона желтенькую часть чисто для аромата который пойдет будет пропитывать рыбу изнутри все можно использовать все что есть конечно есть лимон значит возьмем лимон почему нет немного упал лимон много лимона не будем вот просто вот чуть 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 совсем так развернем и еще помельче маленько сделаем кусочки лимона все это пропитает своим вкусом ароматом нашу рыбку это будет волшебно а еще когда сметанный соус сделаем очень необычный но поверьте очень вкусный смотрите видео до конца все увидите все начинка для карасей готова сегодня будет такая ароматная и вкусная можно добавить черного перца но мне его здесь с собой нету пойдемте без перца чем бегать искать перец не приду так вот смотрите сколько вытащила соль жидкости из рыбы сливаем все это дело и теперь фаршируем карачка просто берем давайте вот так на работу добрый открываем брюшко и заполняем его луком вот как это пахнет уже в кожи очень вкусно пахнет заправка офигенная получается чистый экспромт но получается вкусно было бы про можно было бы сварить рис с икрой смешать и зеленым луком тоже отличная штука маленько осталось воздушные пузыри мы просто отдельно поджарим не буду их запихивать вовнутрь хотя можно было бы тоже так это сделать мне нравится когда он хрустящий такой все перекладываем рыбу теперь уже спинкой вниз чтобы у нас из него ничего не вываривалась не вытекала из карачика пузыри сюда все друзья рыба подготовлена сейчас самое время заняться мангалом рыбка пока постоит сок который выдался сейчас даст лук соль все это смешалось сока много будет все это попадет в рыбку внутри а снаружи столь уже вытянула всю жидкость обваливать я буду в муке потому что чтобы лучше держался на потом дальнейшем при приготовлении соус на нашей рыбе хотя можно не обваливать муки смотрите как вам нравится но я более так друзья но все рыба подготовлена убираем сторону сейчас самое время заняться мангалом но прежде чем заняться мангалом маленькая манипуляция чесноком только руки помоем сейчас друзья занимался соусом для соуса нам понадобится ну такой кольцо рыбы 2 3 головки чеснока которые мы запекем отрезаем чесноку колпачок лишний вот это вот чешуйки снимаем они тут больше не нужны чтоб ничего не горело одея пригарен кусу дадут конечно уберем почистим их чуть-чуть так посмотрите чеснокинка надо все подрезать по кругу вот так вот раз еще чтобы колпачки снег снять верхний там и срезали а так если мы срежем под низ то получится очень большой подходов много вот так вот подрезали верхушечки чеснока это можно использовать как как намазка как дополнение к вашему сметанному соусу со сметаной чеснок со сметаной офигенное сочетание получается ну когда все вместе сделаем покажу что получено вообще классный прием для приготовления различных соусов возьмем кусок фольги когда тонкая никогда не покупайте тонкую фольгу где-то я ее купил не знаю фиговая фольга отмотаем а так свернем ее вдвое чтоб маленько потолще было устанавливаем чеснок берем растительное масло об полили и буквально щепотку соли теперь все это дело вот так вот как мант заворачиваем получается чесночный такой завертончик плотненько упаковали с остальными делом то же самое все друзья чеснок подготовлен еду разжигать мангал нагреваем садж и будем готовить к соусу вернемся чуть позже пока может подписаться на канал нажать колокольчик и не пропустите мои новые видео следующее видео выйдет уже в среду и это будет у нас про то как я вялю рыбу плотву у меня чебак в жару покажу свой способ вялких рыбы когда получать все идеально выход сто процентный так что думал будет интересно писать и снимите колокольчик и будет получать уведомления итак друзья все мангал разгорелся немножко углей я ножок сначала просто с одного края чтобы у меня был жар и немного углей не нужно туши жар сильный нужен для саджа а для запекания чеснока нужен уголь роста берем наш завертончики ставим на угли засыпаем живой на 10 минут насекаете время и все будет отлично а часто погонь пройдет и будем уже готовить саш нагреется и продолжим как раз пока будем жарить рыбу чеснок от остынет и можно будет продолжить делать соус так друзья все саш хорошо разогрелся наливаем по стенкам саджа масло чтобы его полностью смазать и он готов к работе чугунная посуда на мой взгляд самая лучшая посуда для жарки рыбы именно от рыбу жарить чугунной посуде это сама то сейчас маленько поправлю его криво стоит теперь берем обычную пшеничную муку хорошенько обваливаем нашу рыбу в ней и начинаем жарить я повторюсь мука нужно мне здесь данном случае для того чтобы на ней потом держался хорошо соус и это была корочка нити обваливаем рыбку так как покажу следующего она уже хорошенько обсохла на ветру тут у меня она бы не прилипла и так но корочка нужно и убираем на вершину потихоньку он жарился вот смотрите поверхность рыбки обсохла мука лишний тут не прилипает и и немножко тоненьким слоем совсем так что все отлично эти рыбка не прилипает все отлично и потихонечку начинает готовиться я всех обваляю потом уже просто делю по поле все сейчас в это масло закину крупно порезанную картошку это будет типа гарнир друзья чем хорош саш 1 в рецепт всем одновременно можно готовить сразу несколько блюд причем вкусных блюд найдем эту картошечку так рыбка чё тут у нас отлично жарится картошечка запекается все супер ведь погорячей температура есть рыбка жарится быстрее так творческое приготовление еды так были картошка просто порезанная круглышами и пока мы ее не солим если вы посольте картошку когда начали жарить она вас не будет хрустящие картошку жарим после того как она уже будет готова ой солим 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 извиняюсь жарим не соленая сверху уже потом посыпаем соль и тогда она будет вкуснее и хрустящие ну как-то вот так потихонечку все это дело жарим сейчас обжарю покажу что получилось стартовка по мере приготовления будет убираться отсюда и добавляться следующее это так запах еды готовится это почти половина успеха как все вкусно пахнет значит будет вкусно а пахнет тут офигенно так друзья и не забыл пока там суть да дело не забываем достать чеснок через десять минут ровно как маски нет и займется стол так друзья смотрите рыбка готова картошка готова час но не вся часть давайте выложим готовую картошечку уже на блюдо зеленюшками всякими дач это уже начала маленьком учет водоносить как вкуснятина смотрите так и сейчас чеснок остыл займемся самое время заняться соусом к нашим карасям они у нас все-таки сметане будут я пока картошка остальная дожарится мы быстренько сделаем с вами соус и уже наконец-то все это дело попробуем все сейчас рыбку в другую тарелку сниму потому что она потом очень будет доготавливать о соусе и начинаем делать соус на другой стол перевернув камеру оставшуюся картошку и дожаренный закинул масло и пока мы соус сделаем она у нас дойдет тоже переходим приготовлению соусу вот каким вот хрустящим ароматным карасиком чесночку с лучком с укропчиком просто пахнет вот так друзья берем первонаперво немного укропа чеснок уберем пока давайте меленько-меленько час мы его нашинкуем и он пойдет на соус все меленько порубили чеснок пошел в миску он разворачиваем чеснок и посмотрим что получилось а пол а запах в нос просто прямо вшибает смотрите получилось вот такая красота как это пахнет просто берем его раз и выдавливаем видите до чего мы вытаскивали эти крышечки смотрите на аромат не штуку трудно придумать пахнет очень 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 вкусно нет у вас возможности на мангале сделать просто в духовке запеките будет тоже неплохо но не без запаха дыма но и с остальным сейчас сделаю то же самое все 10 минут видите более чем достаточно пить чесночок полностью пропекся и все супер мягкий стал и без проблем все выдавливать просто вопрос и готова смотрите что получилось вкусно ароматно и просто теперь за дело нужно все размять более-менее в однородную мясо массу чеснок мягкий хорошо дается никаких проблем у вас с этим не возникнет сейчас я помню быстро мне тут очень удобно и добавим сметану совсем в однородную массу не получается вилка мне разбить была бы ступка или микси был бы конечно проще но она я думаю что не нужно вот такую массу на мажьте на кусочек на гренку пожаренного хлебушка сверху кружочек помидора листик салата и капельку майонеза или сметанки и это будет просто за бомбическая закуска на любом празднике ну а она отвлекся от тем это это знать мысль работает разные варианты теперь берем баночку сметаны берите пожирнее я 20 процентную взял она повкуснее но если то следит за фигурой то ради бога возьмите мать обезжиренную или йогурт можно взять не сладкий который тоже будет неплохо так перемешиваем все это дело как вам на мазочка для рыбки и не только блин кабачок помазать этот баклажан нет кабачок 7 зелененький баклажан так друзья буквально чайную ложку муки добавляем для того чтобы сметана у нас не створожилось это я улица кача возерсона подглядел прием этот я про него раньше и чуть-чуть совсем муки муки этой воды чтобы соус маленько пожиже стал все готово соус стал такой найти как жидкая сметана совсем совсем густая сметана плохо будет на держаться на рыбе а вот такая просто отлично попробуйте настоль чуть-чуть соли добавить если нужно кому-то чеснок мы солили но маловато соли для меня на мой вкус я зелень можно любую добавлять какая есть ну чеснок укроп это классика можно еще петрушки если есть у меня еще не наросла все соус готов теперь перед разворачиваем снова насаж и последние штрихи смотрите пока мы тут делали соус картошка до готовилась которая была не совсем еще готова это я присыпал солью сверху чуть-чуть выкладываем на блюдо пузыри воздушный самая вкусная часть жареной рыбе это пузыри никогда их не выкидывать детям очень нравится вашего не были хрустящие классная вещь я всегда об этом говорю что у меня смотрит давно все знают что пузыри это обалденная штука так картошечка выглядите на и так друзья следующим шагом нам нужно убрать вот это вот горелое масло на нам тут не нужно почистить саш я просто выхлебаю все это дело и все саш горячий но он уже не такой кипяток угли прогорают за счет лень углей вот где же температуру то что нам нужно сейчас покажу что будем делать я возьму еще тряпочку и просто протру саш от лишнего масла есть как бы масло в карасях достаточно картошка жирная и много масла не надо короче так думал вот так вот будет сама то что нужно и саж заодно заворониться все друзья теперь берем наш вкуснейший соус и выливаем его насаж с он закипает друзья если бы мы не добавили муки сметана могла бы свернуться поэтому добавляем муку хрустящих карасиков выкладываем соус смотрите просто перевернем в этом горячем соус их вот так вот раз чтобы они не раскисали в нем а были хрустящие вкусные вот такая штука получается выкладываем естественно все это дело на картошечку которая соединившись с этим соусом станет еще вкуснее но это и так понятно я думаю все как видите все очень просто ну а то что это вкусно я думаю ни у кого вопросов не возникнет и но если кому-то откажется это невкусно так и напишите друзья соус будет ярко сметана вкусом это обалденно как видеть все гениальное просто сейчас пойдем пробовать так ну чё друзья смотрите что получилось получилось вот что даже ломать шок смотрим косточки сюда спроси покажи кости вот не видно ведь костей нету вечно они все растворились для это хорошо это вкусно это ничего не сказать по моему то на сегодняшний день самый вкусный карась в сметане что я готовил до сих пор может было там еще очень придумаю поинтереснее но это очень вкусно стараюсь обалдет картошечка мягко с этим соусом заходит просто на ура она друзья гости уже стоят заканчиваю это видео всем кому понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик и не пропустите мои новые видео будет вкусно всем спасибо что смели до конца всем до встречи и всем пока